Как считаете, почему наши владельцы заводов-пароходов не вкладываются в модернизацию и развитие производства? Разве они не понимают, что в Европах они не нужны? Еще и деньги заморозить могут? Нет, не понимают. Это сейчас какое-то понимание начало приходить. А зачем ты что-то сделать? Ты не врубаешься, что происходит вокруг. Страну разграбили и разворовали. Задача стоит... Ну, например, у тебя есть завод какой-нибудь. Что ты будешь производить? Твоя продукция абсолютно не конкурентно способна. Вообще никак. Если условно ты производишь автомобили... Мерседес производит хорошие автомобили. И БМВ. А твои автомобили говно. Они никому не нужны. Если тебе кажется, что Мерседес и БМВ это какие-то там элитные авто... Да, там есть сегмент элитных. Но есть сегменты не элитных вообще. А еще есть какие-нибудь... Рено там, я не знаю. Корейцы, японцы, черти что. Все они в сто раз лучше, чем твои, и в десять раз дешевле. Для того, чтобы у тебя все это работало, государство должно предпринимать протекционистские, то есть, защитные меры. Закрыть границы для ввоза чужих авто, например. Чтобы ты внутри страны мог работать на заводе. У тебя бы там работали люди. Одно рабочее место в Тольятти на заводе обеспечивает семь рабочих мест вокруг. Государству это было не надо. Вдруг ты не слышал. В 90-е годы. Все границы были открыты. В страну везли все вообще. Сюда заходили различные граждане из ЦРУ, например, и АНБ. Которые целенаправленно занимались уничтожением производств. Как? Ну, они их приватизировали для начала. Ты, а я ЦРУ, а с тобой... Ты и не поймешь, что я из ЦРУ. С тобой поговорю активно. Давай-ка вложимся в твое производство. Мы там это, мы там то. Вложились. Потом... Слышь, что-то не пошло. Блин. Нахер. Давай банкротить. Тебя будем. А я, поскольку главный, я денег больше вложил, то тебя уже никто и слушать не будет. Давай банкротить. Обанкротили. Все. Деньги из страны ушли. А даже если они просто... ЦРУ потратило их внутри России, оно потратило их с толком. Оно уничтожило производство. Вот. Ну, а поскольку это происходит вокруг везде и со всеми, то задача ровно одна. Уничтожение производств, продажа, приватизация. Похер вообще что. Заработали денег, а куда деньги девать. Здесь ты вот как натурально... Ты в России как в жерле вулкана бурлящем. Тут непонятно, что завтра будет. И даже на краю жерла непонятно. Деньги любят тишину. Повезли в швейцарский банк. На Лазурный берег. В Майами. Купили дома. Красота. Разве могли о таком мечтать? Наконец-то жизнь сложилась так, как надо. Все остальные, глядя на тебя, делают абсолютно то же самое. Все деньги из России вывозят. Их ты приготовься. Их и сейчас вывозят. Деньги. Если поинтересуешься вопросом... Несмотря на войну. Вообще несмотря ни на что. Прячут там. Потому, что здесь они никаких перспектив не видят. Почему не вкладываются? Да нахер не надо. Вот поэтому все. Естественно, бывают люди разных типов. Одни хотят чего-то хорошего для страны. А другие не хотят. Вот они уже здесь натырили миллиардов. Да нахер надо мои миллиарды здесь тратить? Вкладываться во что-то безо всяких гарантий на успех. Это зачем? Денег столько, что хватит мне, моим детям, моим внукам. Идите в жопу. Вот мои деньги тут где-нибудь на Багамских островах. Еще где-то выведенные, запрятанные. И вот я уже тут в Парагвае в каком-нибудь сижу, наслаждаюсь жизнью. Если что-то плохое случилось. Зачем? Этим заниматься должно государство. Все вот эти мысли о том, что капиталист, которым... Обрати внимание. У капиталиста самые низменные побуждения. Личное обогащение. Раз. И когда я лично обогащусь... Самые дорогие шлюхи, самые дорогие наркотики. Самые дорогие бабы. Это предел мечтаний. Все. Вот на это деньги будут потрачены. Все. Так вот надеяться, что вот эти люди, которые руководствуются вот такими мотивами, внезапно построят тебе светлое будущее, не надо. Не надо. Должна быть руководящая и направляющая роль. Если ее нет, вот это вот получится. Посмотри в окно, можно насладиться увиденным.